Патриоты в погонах Военные стали участниками масштабного автопробега Мы хотим поддержать нашего президента Потому что мы из-за стабильности И из-за процветающей Беларуси К чему приурочивают движение Большая мечта маленького мальчика Ребенок из Бавруска нуждается в вашей помощи В они летом 10 И мы вынуждены были организовать этот сбор Сколько стоит человеческая жизнь Советский фарфор Каждое событие тогда старались Опечатлеть какой-то статуэтки В городе открылась домашняя экспозиция Где посмотреть А также белорусская вакцина Осторожно, мошенники И ночной пожар В городе горели сразу два дома В чем причина? Единство поколений в Бавруске прошел Очередной автопробег На этот раз свою позицию высказали военные Люди, от которых напрямую зависит мир И спокойствие в нашей стране Стартовала колонна в авиагородке Конечной точкой маршрута стал Красный берег С подробностями Максим Кембель Вместо самолетов – автомобили Бобруйский аэродром сегодня выступает Не в качестве показа военной А народной мощи Люди в погонах подхватили популярный мейнстрим Автопробегом продемонстрировали Единство поколений За рулем и в салоне авто Офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты Почему приняли решение сегодня Поучаствовать в автопробеге? И почему это очень важно? Потому что это очень важно для нас Для нашей страны Мы хотим поддержать нашего президента Потому что мы за стабильность И за протестающую Беларусь Как думаешь, почему сегодня Собралось так много людей? Потому что мы за нашу страну Патриоты Хотим лучшего для нас Для нашей страны Все по местам 14.30 Колона начинает движение Белорусский парень И ты знаешь, я так горжусь этим Ведь эта земля Эта страна для меня лучшая на планете Не думая о том, как было Давай-ка посмотрим с другой стороны Голову вверх, не опускать Ведь наша страна – это мы Да, это наш хоккей-биатлон Даша, кричали мы дружно Я лично с трибуны Голос сорвав, скандирую Леша Калюшный В колонии полсотни машин Участников в три раза больше Патриоты не только высказывают Свою гражданскую позицию Но таким образом Празднуют день части Накануне 83-й инженерный Аэродромный полк Отметил 81-ю годовщину Колонна прибывает в Красный берег За спиной больше 40 километров Детская хатынь Так называют это место В годы Великой Отечественной Здесь находился концлагерь Малыши были донорами Крови для солдат Рейха Цветы от военнослужащих Дань памяти В эти минуты плачет даже небо Дождь, пронизывающий ветер Почти 100 километров пути Не помеха Военные в очередной раз Продемонстрировали Армия и народ Едины Максим Кембель, Андрей Богдан Максим Галеонко Бобруйск 360 Вспыхнули с разницей в полчаса Сегодня ночью в Бобруйске Горели сразу два жилых дома Первый пожар случился в 3.30 на Павлова Второе ЧП зафиксировано По переулку Тургенева Когда на место прибыли спасатели Оба строения полыхали Открытым пламенем И там, и там В результате пожара Повреждена крыша и перекрытие Благо обошлось без пострадавших Причину возгорания Сейчас устанавливают специалисты Быстрый перевод Выбор профессии Только наличные Ночью в стране могут не работать Банковские карты В чем причина Громкие заголовки дня Далее в специальном обзоре В стране построят хранилище Для отходов с БЛС Сейчас выбирают площадку под строительство Как сообщили в Госатомнадзоре После того, как станет известно Ее местоположение Проведут общественные обсуждения В первую очередь строительство Должна быть готова через 10 лет Как утверждается При эксплуатации БЛС Будут вырабатываться В основном низко-среднеактивные отходы В течение десятилетия Они будут находиться на станции А потом их переместят в хранилище Банк России запустил систему Денежных переводов по номеру телефона Наша страна станет первым пользователем Такой опции Уже к середине следующего года Сервис позволит мгновенно переводить средства Банк значения не имеет Главное, чтобы он был подключен К системе К услугам граждан И быстрый перевод От карты на карту Также можно оплатить товары и услуги При помощи QR-кода в магазинах Стало известно количество мест В белорусских вузах на 2021 Так, на высшее образование Могут претендовать 54 тысячи первокурсников Колледжи зачислят более 39 тысяч абитуриентов Увеличен набор на технические, химико-биологические, медицинские И айтишные специальности Чуть меньше примут экономические, юридические и гуманитарные направления В Беларуси активизировались кибермошенники Преступники используют нетривиальные схемы Жертвами которых становится все больше людей В последнее время участились В случае кражи персональных данных Чтобы не стать жертвой аферистов Специалисты советуют всегда Проверять безопасность соединения При вводе логина и пароля Не переходить по ссылкам, которые пришли От неизвестных источников И не пользоваться платежными сервисами Через открытые Wi-Fi сети Ночью 16 апреля Возможно кратковременные перерывы В обслуживании держателей карточек банков В сети организации торговли Пунктов выдачи наличных А также инфокиосков Платежных терминалов И банкоматов Банковский процессинговый центр Будет проводить технологические работы На одном из аппаратно-программных комплексов Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19 За минувшие сутки в стране зафиксированы 1222 пациента с положительным тестом на коронавирус Всего с начала пандемии заразили свыше 340 тысяч человек Ведомство одобрило произведенную в Беларуси вакцину Спутник Ви Такое решение принято по результатам всех необходимых Проверок и испытаний Планируется, что объем выпускаемого в нашей стране препарата Составит до 500 тысяч доз ежемесячно Это позволит существенно увеличить доступность вакцинации беларусам Ваня нуждается в вашей помощи 9-летний мальчик из Бобруска Страдает мышечной дистрофией Он уже никогда не сможет быстро бегать Но все еще может стать художником или писателем Карина Гуревич О большой мечте маленького человека Сколько стоит человеческая жизнь? Вопрос, на который не существует ответа Однако для Екатерины Радымкина Это не абстрактные слова А конкретное количество нулей У ее сына Вани мышечная дистрофия дюшена Даже подняться по лестнице Огромное испытание А дома мальчик вынужден носить ортезы Они доставляют ужасный дискомфорт Но это часть реабилитации Так стопа удерживается в определенном положении Чтобы не наступала серьезных контрактур Каждый день мальчика расписан поминутно Бассейн, занятия с тренером, прогулки, тренажеры и массаж Но все это лишь отстрочка неизбежного Ваня нуждается в препарате трансларно Долго ждали, когда этот препарат придет к нам в страну И возможно будет закупаться для таких деток, как Ваня Их совсем немного Но пока еще этого не произошло А время бежит И в соответствии с рекомендациями Это начало приема должно быть до 10-летнего возраста Ване летом 10 И мы вынуждены были организовать этот спор Чтобы попробовать, попробовать и начать Для маленького Ванечки свойственно словосочетание взрослый ребенок Он слишком много знает о страшных подробностях развития своей болезни И уже давно не мечтает быстро бегать Однако это не мешает ему наслаждаться жизнью и надеяться на лучшее Мальчик учит английский и особенно хорошо рисует И как любой ребенок любит компьютерные игры Мечтает о компьютере на день рождения Однако никакое хобби не заменит общение со сверстниками Гонять мяч во дворе он не может Поэтому школа – лучшая возможность пообщаться с друзьями Трансларна, в которой так нуждается мальчик Позволяет клеткам производить функциональный белок дистрофин Основная задача – остановить течение болезни Ведь без него Ванни будет становиться хуже и хуже И никакие физиотерапии и гормоны тут не помогут Чтобы жить и быть полноценным человеком Ему необходимо пожизненно ежедневно принимать препарат Который на данный момент прошел регистрацию Более чем в 30 странах Европы В Казахстане и России Очень многие люди откликнулись и хотят помочь Те, кто делают какие-то поделки, изделия своими руками Мы подумали, что хорошо бы организовать ярмарку Средства с которой пойдут в пользу сбора для Вани Мы еще не знаем точной даты, но эту ярмарку мы точно будем проводить Помочь Ване несложно, сделать это можно разными способами Если вы хотите поучаствовать в ярмарке, то свяжитесь с мамой мальчика в социальных сетях или по телефону Также простой способ помочь – пополнить счет баланса мобильного номера 8 0 29 701 58 31 Помните, делать добро просто Карина Гуревич, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360 Магия фарфора В первой в Бобруйске открылась выставка домашних статуэток Это не просто коллекция, которая досталась по наследствам Ради экспозиции объединились три коллектива Центр досуга и творчества, клуб «Незабудка» и городской союз женщин Все началось с хрупкой балерины Ее ветеран войны привезла из Германии На полке красуется также экспонат 1950 года Очень много статуэток, которые представляют советский период Это советский фарфор Ну а что такое советский период? Это ведь каждое событие Тогда старались запечатлеть какой-то статуэтки Поэтому смотришь на статуэтки и вспоминаешь даже свое детство В коллекции свыше 170 статуэток Экспозиция в Центре досуга и творчества ждет своего зрителя до конца месяца Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»